ребята всем большой привет сегодня я решила сделать такое разгрузочное видео больше разговорная немножечко отойти от ревьюшек потому что они сильно загружают я это понимаю поэтому сегодня я бы хотела с вами обсудить одно очень интересное событие потому как когда-то мы с вами как общество стали свидетелями первого случая когда артист разрушил свою карьеру одним ударом никому еще не удавалось таким вопиющим образом разрушить свою карьеру как это сделала наталья киллз или действительно знаковый момент в истории поп-музыки и нам сегодня с вами нужно его обсудить во-первых введение для тех кто не знает кто это такая наталья киллз это поп-певица которая заявила себе 2012 году своей темной пластинка перфекционист да это было аж 10 лет назад я бы наверное даже попозже как-нибудь сделала на нее подробный обзор очень интересная яркая и довольно свежо звучащие даже 2022 году после выхода дебютника и и считали следующей большой звездой в поп-музыке ее боготворил тамблер и в ней была какая-то искорка которая позволяла многим слушателям сравнивать если эти гагой первых р наталья выпустила пластинку trouble в 2013 году и по иронии судьбы эта работа знаменует буквально начало всех ее неприятность до пластинки реально были ведущие синглы под названием trouble problem и в общем то мне кажется она предсказала свою судьбу тем не менее киллз была на пути вверх по своей карьерной лестнице но тут произошло самое интересное это ее участие в новозеландской версии x-factor в 2015 году где к ней присоединился ее муж вилле мун я как и вы не знала до этого момента вообще кто это такой но как раз таки из-за него произошел весь конфликт на прослушивание пришел парень джо ирвин который спел песню cry me river ничего необычного просто мужчина в стиле 50-х спел песню но тут наталья открыла свой рот и понеслась одетого в костюм парня как и большинство мужчин в этом шоу наталья киллс назвала мерзким и отвратительным что я как художнику уважающую творческую целостность и интеллектуальную собственность было мерзко смотреть на человека который скопировал ее мужа это был прям какой-то словесный поток говна в адрес этого человека она не останавливалась начала говорить что он посмешище ей противно находиться жюри этого шоу моя любимая часть это то когда зрители сначала очень тепло воспринимают наталью потому что думают что она шутит а потом когда они понимают что она говорит всерьез и и весь зал начинает просто свистывать how much you have copied my husband from the hair to the suit do you not have any value or respect for originality you're a laughing stock it's cheesy все зрители офигели от того что член жюри может просто так взять открыть свой рот и поливать грязь человек который пришел на шоу в случае когда она должна быть объективной и трезво оценивать ситуацию и тут выступил создатель мужских костюмов и гелик для волос по совместительству муж натали и сказал что этот парень на сцене выглядит дешево и абсурдно будто участник собирается пришить себе чужую кожу к своему лицу чтобы удивить аудиторию но мне кажется что уж точно не этому человеку судить о оригинальности и уникальности делая свою собственную карьеру на образах которые были созданы сто лет назад в ответ на критику этих двоих один из судей очень смешно пошутил над сходством натали с клеопатрой о том что парень на сцене одет лучше чем ее муж после этого дикого кринжа вся широкая общественность в том числе звезды по типу эда ширана эль голдинг и лорд начали агитировать людей подписывать петицию о том чтобы эту парочку убрали из x-фактора и конечно же ответ руководство не заставил себя долго ждать помимо увольнения из шоу и исключили из ее звука записывающего лейбла и отрезали возможность выступать и создавать музыку наталья меняет свой псевдоним на тэдди синклер певица начала выпускать новую музыку совершенно другим стилем вместе со своим мужем в группе cruel yes но как известно то что попадает в интернет оттуда никогда не исчезнет поэтому люди продолжили засирать ей комментарии независимо от того какую музыку она выпускала ненависть общества к наталье было просто беспрецедентно и мы ранее никогда не видели чтобы артиста настолько кэнселили что он исчез из поля зрения общественности какую ошибку допустила наталья она могла просто реально извиниться в этой ситуации сказать что да действительно я была очень жестока к этому парню а он реально чуть не заплакал когда эти две гиены налетели на него но вместо извинения она делает огромный пост фейсбуке и сказала что все что происходило на x-factor было рекламным трюком который привел к вирусному шторму сми также в посте были строчки о том что я на секунду почувствовала что в этот момент случилась моя маленькая смерть конечно же случилось пришла смерть твоей карьере по ее словам она подверглась глобальной охоте на ведьм что она не могла защитить себя и тут она начинает перечислять артистов с которыми ей удалось поработать все равно даже несмотря на то что ее за кэнселили это и мадонна с ее рейбл хард и риана с анти в общем она ее тоже брала в тур с собой и она была с автором песни kiss it better то есть эти слова звучали как да вы меня отменили но вы все равно будете слушать мою музыку у других артистов реально почему нельзя было просто признать свою ошибку настоящее время наталья все еще выпускает сольную музыку но так как у нее была очень плотная база еще до увольнения шоу разумеется она просто исчезла потому что наталья постоянно меняла свои псевдонимы и она как бы затерялась в поле общественности что весьма печально некоторые люди все еще чувствуют что наталья была несправедлива чернина сми а если весь инцидент был реально продуманным фейком сценаристов x-factor это еще более жестокая история которая сделала ее заложницы ситуации тем не менее вам не кажется что сейчас культура отмены слишком фальшива почему другие знаменитости делавшие гораздо более отвратительные и мерзкие вещи все еще продолжают делать свою карьеру как ни в чем не бывало какой-нибудь шейн доусон может использовать blackface реально откровенный blackface и расовое оскорбление на камеру но люди все равно продолжают любить его рэпер 69 откровенно признается о своей связи с несовершеннолетней девочкой и он все еще может получать сингл номер один в чарте и хотя критика натальи киллс еще 2015 году была более чем обоснована она открывает более серьезный вопрос о культуре отмены в целом и это всего лишь один пример из того как культура отмены может непропорционально влиять на женщин спасибо что досмотрели этот ролик до конца обязательно напишите в комментариях как вы относитесь к культуре отмены и к ситуации когда отмена происходила таким вот образом мне будет очень интересно почитать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и ждите новых роликов увидимся